Я считаю, что ответственность за то, что женщина несчастна, на мужчинах. Мы, мужчины, виноваты в том, что наши женщины перестали быть счастливыми. Я верю в то, что раньше мужчины были другими. Было понятие «мужик сказал, мужик сделал». Сейчас это два разных мужика. Один сказал, другой сделал. И то не факт, что сделает. Причем я говорю не о всех, я говорю и о себе тоже. Мы в целом, мы как общество мужчин, мы перестали быть теми самыми джентльменами, которые берут на себя ответственность за семью. И общество перевернулось, все перевернулось с ног на голову. И в тот момент, когда женщина видит, что мужчина не берет ответственность за семью, не воспитывает детей, не содержит семью, что она делает? Она берет ответственность на себя. Она понимает, как можно ждать. Я пойду сама буду зарабатывать деньги, пойду сама работать, пойду сама воспитывать, буду содержать свою семью и брать ответственность за нее. Получается, мужчина передал ответственность за женское счастье, за семейное счастье женщине. И что произошло? Институт семьи разрушился. Мужчина может сделать женщину по-настоящему счастливой. Но посмотрите на современные семьи. Очень много семей разведенных. Очень много женщин, которые живут без мужчин. Почему? Потому что они разочаровались с них. Мужчина дискредитировал себя в глазах женщины. Мужчина перестал быть тем, за кем можно стоять, как за каменной стеной. Будучи замужем, женщина перестает быть замужем. Она впереди него. Не потому что она хочет быть сильной, хочет быть смелой. Хочет быть такой бесстрашной и брать ответственность за всех вокруг. Нет. Душа она нежная, мягкая и ранимая. Понимаете, да? Как цветочек. Но ей пришлось стать сильным, потому что муж позволил жене стать вперед. Взять ответственность за семью. Поэтому я не обращаюсь к мужчинам, я не провожу тренинги для мужчин. Потому что, скорее всего, пока сила моего слова не позволит им понять и услышать меня. Меня услышат мои ученики. Парни, которых я воспитываю, они будут строить другие семьи. Я верю в то, что меня могут услышать матери. Возможно, иногда мы сами, помогая своим мужьям, мы забираем у них эту ответственность. Из-за своих страхов, из-за своих сомнений. Поэтому я надеюсь, что мамы некоторые меня могут услышать, понять и чуть-чуть поменять свою жизненную стратегию. Поставить себя на первое место. Не детей, не мужа, не семью, не общество, а себя. Стать счастливой самой. Жить со своими желаниями, со своими мечтами. Жить для себя. И если мама станет счастливой, соответственно, дети, смотря на нее, будут счастливыми. Муж, видя дома улыбающуюся счастливую жену, тоже будет счастливым. И общество, соответственно, изменится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok